Дмитрий Анатольевич, мы проходили как свидетели, нам официально вручалась повестка по делу судьи Дениса Неведомского, который в свою очередь 1 марта меня выпустил, ссылаясь на все нормы закона, европейскую практику. И подчеркну, что тогда он сказал, что это дело сугополитическое. Отмечу, что если бы они так были уверены, что там есть доказательства моей вины, то ни в коем случае они бы не объединяли дела с избиением в избиение. Соответственно, 8 месяцев ни о чем, и как оказалось, Неведомский был прав. А сам следователь прокуратуры областной, ну, хороший человек, хороший парень, но я видел его отношения. Ему просто, наверное, смешно, что приходится выполнять бестолковые приказы Данильченко и компании. И я хочу сказать, что Данильченко несет непосредственно ответственность за то, что вручал мне 2 подозрения. Есть статистика, что когда 2 подозрения человек отстоит в суде, то какие-то санкции будут применены к прокурору, потому что человек должен прежде всего соблюдать законности. Он со своей стороны является в Харьковской области сугубо человеком, который занимается фальсификацией дел, которому неинтересны права и законы гражданского соблюдения. — Правовой контроль. Скажите, 25 октября решением ухвалы Шевченковского райсуда города Запорожья из-под стражи был освобожден журналист Павел Волков после года содержания в СИЗО. При этом было отклонено ходатайство прокурора. Как вы считаете, является это прецедентом, показателем, может быть, такой работы адвоката Светланы Новицкой, насколько известно вам об этом деле? — Я читал даже решение, вчера его нашел. Там сугубо используется практика европейского суда, законы Украины, и до сих пор не пойму, каким образом, как и многие другие людей, содержали в СИЗО, по сути говоря, незаконно. И дело журналиста Павла Волкова, по сути, у него такая же статья была, как у меня, и также судьи выпустили без какой-либо меры пресечения. Хотя адвокат его просил о круглосуточный домашний арест. Я знаю, что отказали и прокурору в продлении, и также отказали под домашний арест. Соответственно, у него нет никакой меры пресечения. Я уверен, что 21 ноября начнутся слушания, и дело закончится ничем. Так как оно изначально было сугубо политическим. — По борцу спорта, почему срываются заседания? — Заседания сейчас не срываются. У нас вчера, 31-го, было заседание. Нам действительно два раза вызывали скорую помощь. — Это был не первый раз уже. — Ну, посмотрите. Два раза вызывали скорую помощь. Тем не менее, заседание все равно состоялось. Несмотря на то, что Сергей Бушенков говорил, что он плохо себя чувствует, не может вообще оставаться. То есть, вчера пролили меры пресечения на 29 декабря. Плюс у нас было до этого неочередное заседание. Допрашивали 26-го числа ключевого свидетеля, потому что он в Америку выезжает. Суд изменил порядок и следовательные доказательства. То есть, мы на сегодняшний момент исследовали все документы, письмены и видео, на которые подставил прокурор. Сейчас допрашиваем потерпевших и свидетелей одного доказательства. После того, когда это закончится, у нас будет возможность заявить кадатриство, чтобы какие-то дополнительные документы посмотреть. Возможно допросить какие-то дополнительные свидетели. И тогда мы уже после отказа или удовлетворения кадатриства можем приходить дебат. — А у вас есть эти дополнительные кадатриства? — Мы их уже два года назад подготовили. Просто нам не дают их заявить. Нам говорят, что прокурор должен, все, что мы хотим заявить. Допросить свидетелей, а потом мы вам разрешим заявить кадатриство. То есть, мы уже два года ждем, когда мы дадим возможное дело. — А вот эти обвинения, проблемы со здоровьем у них какие-то? Есть какие-то отношения? — Вы понимаете, в чем дело. Вызываю скорую помощь. У Бушелкова давление 190 на 120. Причину мы не знаем. Постоянно писали жалобы, адвокатские запросы. — Диана заново есть? — Нормально там устоять не могут. То есть, реально, человек болеет. Но это тем не менее. Вчера, несмотря на то, что он просил прерыв в сами здоровье, суд, тем не менее, допросил потерпевших, сделал меру пресечения. Когда он просил взять скорую, сказали, вот когда закончится заседание, мы его вызовем в третий раз. То есть, суду это как бы не мешает. Смотрите, у нас есть четкий график. У нас в ноябре 4 заседания, 4 заседания в декабре. Одно у нас было неочередное, потому что свидетель уезжал в обиду. Иногда суди сами по каким-то причинам откладывают заседание. Были такие случаи. То есть, на все заседания адвокаты все являются. И это шло вчера в рабочем режиме. То есть, все, что нужно, мы заявляем, другая сторона. То есть, в декабре? Смотрите, все зависит от чего. Насколько, во-первых, прокуратура сможет обеспечить явку всех потерпевших и свидетелей. Например, судом было вынесено определение, что один потерпевший находится в другой области. И организовывается видеоконференция. Определение вынесено. Приходим на следующие заседания. Связи нет. Спрашивают адвоката потерпевших. Есть связь? Нет, я не знаю. По поводу знаем? Не знаю. То есть, почему не обеспечено? То есть, люди, которые заинтересованы в этом, они должны, по большому счету, контролировать этот процесс. И потом, мы не знаем, например, почему приходит там один потерпевший, или там два потерпевших. Почему прокуратура не может сразу всех вызвать, чтобы мы с аналитиками работали. То есть, мы не знаем, кого мы будем допрашивать. Нам не говорят заранее, что таких-то свидетелей, или каких-то потерпевших. Мы приходим, пришел один человек, мы его допрашиваем. Почему нет других прокурор не объясняет? А потом говорят, что адвоката что-то затягивает. Приведите всех в один день, мы в один день их допросим. Вот тут сейчас инициатива прокуратуры, они должны обеспечить. Вот этих лиц и явных лиц судебных заседаний. Почему же можно еще реплик? Почему они объединили два моих дела? Для того, чтобы не приходили потерпевшие, а потерпевшие у нас уехали куда-то там в АТО и так далее. Соответственно, заседания не назначаются, их нет. А что слушать? Это же выносить оправдательный приговор для них равносильно, не знаю, чему. Соответственно, тянут, чтобы закончились по их плану, там, сроки давности, еще что-то. Но мы это будем стараться не допустить. Еще бы, Чубарова, Александр Ильич, можете решить, как давно вы не можете в апелляцию? Ее осудили в июне прошлого года, 17-го. Срок на апелляцию 30 дней. И после этого, в течение трех дней, местный суд будет отправить материалы в апелляцию для профессионального рассмотрения. Я не расследовала, по какому поводу апелляции? Чубару. А, Чубару, да. Получается, она сколько уже находится? Год, да, больше? Ну, она с весны 15-го года под стражей. Все, в апреле. Правовой контроль, вопрос следующий. Скажите, опять же, ухвалой Палаты Верховного Суда 28 августа был фактически разъяснен порядок применения закона Савченко, да? 29 августа. Вот я знаю, Александр Ильич, по вашему ходатайству был пересчитан срок содержания Игнату Крамскому. Вот какой порядок сейчас действия адвокатов? Это каждый раз в индивидуальном порядке должно обжаловаться? И есть ли еще такие осужденные, которым теперь можно ждать освобождения по пересчету? Смотрите, ну, это для меня был простой вопрос. То есть, это действие уголовного закона во времени, это второй курс ВУЗа, да? И УФАКа. Получается, что ОГИГРК, закон, который частично смягчает или частично может применять, иметь обратную силу во время, не только закон, который смягчает или улучшает положение лица. Получается, отменяя закон Савченко, ухудшилось положение лица, и такая отмена не может применяться к тем лицам, которые совершили деяние до июня, до 20 июня, до 21 июня 2017 года. То есть, имеет значение, когда было совершено деяние. Вот до этого, если было совершено деяние, то весь срок предварительного заключения, с момента задержания, до вступления приговора в силу, должен засчитываться один день такого предварительного заключения за два дня решения свободы. Органы прокуратуры, СБУ, полиции, наоборот, заинтересованы в том, чтобы лица не содержались под стражей, чтобы, если они виновны, пусть они отбывают максимум своего наказания по приговору. Но у нас задача показать пиар, вот мы задержали, мы поймали крупную рыбу, вот задержание, арест, клетка, аквариум, картинка, да? То есть, наоборот, у нас получается, теперь на теперешний момент суды, то есть суд, вынося приговор, он должен сразу в приговоре это указывать, как засчитывается требование под стражей на предварительном заключении. И если этого не произошло, либо суд неправильно до решения этой большой палаты, Верховного суда это сделал, то такой осужденный имеет право обратиться по месту, в суд по месту отбытия наказания в порядке 18 главы Уголовного процессовального кодекса Украины с тем, чтобы, как это было и с Канатом Крамским, после вступления приговора в силу, суд имеет право пересчитать, или применить амнистию, или применить все иные вопросы, которые возникают при исполнении такого приговора. То есть каждый раз в недальном порядке это не должно быть? Либо, ну, если лицом... Ну, если уже вынесен приговор, то разъяснение... Да, есть приговор, есть решение апелляции, он может и подать касацию по этим вопросам, что мы неправильно применили закон о полном ответственности, либо же подать в суд по месту. Ну, по практике получилось, что у нас в данном случае быстрее Октябрьский районный суд по месту на корене Харьковского СИЗО быстрее принял это решение. У меня загружающий Верховный суд сейчас, но эта процедура произошла быстрее. Но мы путали туда и туда, причем касался, путали раньше, чем обратились в этот суд. Так же может делать каждый суд юно. Что это касается. Вам спасибо. Еще вопрос. Вы и... На столе из бюджетного показателя случается. И у нее, вот, опять же, открыта конституционная жалоба, по поводу Надежды Савченко, по как раз конституционности для части 5-й, 6-й, 6-й, и они, кстати, активны в этом производстве. Сейчас в большой плане конституционного суда передано на рассмотрение. Куртунг. Куртунг. Есть с этим? Да, потому что, да, второй сенат, это, пожалуйста, рассматривать. Они усматривают, что, может быть, придется отступить от предыдущей практики конституционного суда. Были внесены изменения в конституции в части судопроизводства, поэтому, возможно, нас ждет сюда революционные и данные подходы к толкованию конституции. Еще раз вопрос. Жалобы на что? На походу конституционной статьи 5-й, 176-й статей уголовно-пространственного кодекса Украины, которая запрещает литературные меры отресечения. Вот и судьи идут двумя путями. Одни все-таки применяют конвенцию, применяют принцип рекоменства права права европейского суда и избирают домашний арест. Другие судьи смотрят формально, запрещено избирать личное обязательство по рубку, домашний арест, личное обязательство, поэтому мы ничему не избираем. То есть, либо так, либо так. Даже ничего не избирая, можно обозначить обязанность никакой меры посетения обязанности в органы следствия суда и для многих подозреваемых обвиняемых этого достаточно, чтобы очень небольшой процент скрывается от органов следствия суда. Она сейчас под стражей, да? Сколько уже летит? С момента задержания. Три года. С 16 ноября 2014 года. И у нее обвинения по стене, да? В том числе по взрыву. То есть, 8, да, если считать? Да. Саша, не хочешь сказать два слова по Сапченко по судебному проценту? Вот.